привет друзья с вами владимир шемер один из подписчиков возможно подписчиков задал мне вопрос чтобы я рассказал как все происходит в турции в условиях локдауна карантина и прочей ерунды которые вообще сейчас ну происходит не только принципе в турции а и во всем мире но примеру давайте возьмем турции и как выглядит отдых туристов в условиях локдаун значит давайте принципе сконцентрируем наше внимание просто на основных нюансах которые должен знать турист когда турист прилетает турции он едет на групповом трансфере потому что принципе все нормальные туристы ездят на отдых пакетный тур и там всегда есть групповой трансфер ну можно ехать на индивидуальном трансфере принципе это то же самое будет плане ну что турист едет в отель никаких у него проблем нет то есть его никто не ограничивают в передвижении не только на территории отеля и даже за территорией отеля можно ходить свободно можно ходить днем гулять по городу ездить на такси и общественном транспорте можно ходить ночью гулять по городу неважно есть там комендантское время либо нет комендантского времени это не касается туристов то есть никаких ограничений у туристов передвижение нет единственное что если турист хочет посетить какие-то достопримечательности экскурсионные объекты то это нужно делать условно говоря в условиях локдауна именно самостоятельно либо такси либо там арендовать машину либо все что угодно и как угодно он может добраться до экскурсионного объекта и как правило большинство экскурсионных объектов открытый для посещения туристам вот это то что касается за территорией отеля то есть принципе вообще этот локдаун туристов не касается можно сказать почти не касается вот единственное что это закрытые магазины с вещами то есть одежда там сувениры и тому подобное как бы она ну много чего есть закрытого вот во всяком случае я был просто воскресенье гулял возле этих магазинов и они были закрыты а вот продуктовые магазины все что связано с продуктами сладостями всем остальным это открыто плюс есть ограничение вот я был в микросе на алкоголь то есть алкоголь не продается это то что еще вот такие вот нюанс за территории отеля то что касается на территории отеля друзья на территории отеля там вообще условно говоря вообще никаких ограничений первое это то что турист вообще свободный и может гулять везде где работает инфраструктура и не закрыто можно посещать хамам можно посещать фитнес-центр единственное что в некоторых отелях есть запись на посещение этих процедур то есть либо хамам либо там это фитнес-центр вот такого плана в ресторане есть такой вот нюанс что во всех практически отелях турции питание находится без контактов с туристом то есть турист подходит к столу где находится питание как правило везде шведский стол и говорит мне вот это вот показывает пальцем если он не знает там на английском или если персонал не он не говорит на английском и ему насыпают сколько он хочет хочет немного ему насыпят немного но в основном насыпает много хочет много ему насыпят много без каких-либо ограничений хоть вот такую гору насыпем вот это то что касается вот ресторана обязательно посещение ресторанов в маске почти во всех отелях то есть именно когда ты заходишь как турист в ресторан ты должен находиться в маске вот брать еду в маске и потом когда ты садишься за столик ты снимаешь маску и кушаешь вот ну очень часто конечно это не соблюдается дальше во всех нормальных отелях на входе в ресторан туристу меряют температуру и в основном меряют либо стоит вообще камера которая смотрит ну сама то есть она проверяет если там туристы повышает температура то там будет определенный сигнал и тот кто контролирует этот процесс ну будет реагировать на это либо стоит вообще датчик тоже как ну не датчик а какое-то устройство турист подносит руку она меряет температуру и показывает туристу какая температура тела у туристов вот плюс на уходе есть санитайзер во многих ресторанах но это я был хороших отелях пятерках в основном то есть этот санитайзер автоматический имеется ввиду вы подставляете руку срабатывает датчик и вам шикает на руку средства для дезинфекции ваших рук вот а в отелях которые конечно подешевле попроще там 34 ну опять это не во всех но то что видел то есть там надо нажимать вот этот санитайзер и пшикается средства для дезинфекции рук в баре в баре конечно меньше всего соблюдается вот этот масочный режим хотел когда вы подходите на бар нужно тоже быть в маске вот вы берете себе выпить идете за столик либо вам принес приносит официант то что вы заказали вот за столиком вам не надо находиться в маске анимация анимация принципе условно говоря вообще запрещено и разрешается там не громкая музыка и тому подобное до 9 часов вечера это в условиях локдаун после 9 часов вечера должна музыка быть выключена ну и принципе туристы как хотят так и отдыхают на территории либо в номере либо где угодно бары есть бары нет тут не так значит есть в отеле в которых бар работает круглосуточно и турист может сидеть любимые или нелюбимые ну напитки которые ему подходят алкогольные либо безалкогольные хоть круглосуточно никаких ограничений нету но есть нюансы по работе концепции то есть есть в некоторых отелях концепция которая подразумевает что all-inclusive до полуночи дальше идет платно есть отели в которых есть круглосуточный all-inclusive и в том числе ультра all-inclusive можешь сидеть ну пить хоть сколько тебе влезет либо не влезет и все равно пить что еще значит на въезде при входе в отель тоже присутствует измерители температур либо меряют вручную термометром принципе почти то же самое что в ресторане друзья в некоторых отелях меряют температуру когда заезжает транспорт и вас привозят ну то есть заезжает автобус и когда заезжает автобус неважно там одного туриста высаживать либо ни одного температуру померяют всем если автобус заезжает на территорию отеля это в некоторых отелях очень не часто такое встречается тоже принципе на ресепшене тоже есть разделительное стекло которые грубо говоря работает таким защитным средством между работником отеля и туристом плюс есть разметки на полу эти разметки должны соблюдаться туристам хотя мало кто их соблюдает тем не менее все равно безопасность вот которая связана с коронавирусом турции в 200 раз выше чем в украине это я вам однозначно холодных живу в украине и тому подобное то есть в отелях заразиться коронавирусом это ну очень сложно нереально можно сказать потому что в основном всех приезжают как бы здоровые это раз-два дистанции принципе большие сейчас в условиях локдауна отели мало загружены в среднем это ну 20-60 процентов вероятность заразиться крайне минимально собственно говоря вот такие вот нюансы то есть чего сейчас недостаток у туристов есть это анимации потому что она как бы запрещена условиях локдауна хотя локдаун проходит и отели планируют активную анимацию и работа детских клубов то есть закрытые помещения не на открытом воздухе будут работать либо по записи либо там по какому-то режиму некоторые отели будут работать полноценном режиме там конечно они все сделали для этого ну ценник отдыха в этих отелях друзья конечно будет отличаться от обычных не из-за того что это сделали для детей а из-за того что там в целом цена отдыха в этом отеле существенно отличается ну и результат отдыха конечно тоже отличается принципе вот такие вот моменты и нюансы отдыха в турции особо либо каких дискомфортов у туриста нету просто просто нет отдых просто шикарный а учитывая цену которую сейчас мы имеем на отдых турции это просто джек-пот друзья по-другому это не назовешь вроде бы все рассказал опять есть вопросы с удовольствием отвечу на ваши вопросы особенно касательно там нюансов и подробностей отдыха в турции обязательно пишите в комментариях под этим видео если хотите оставить какой-то отзыв велкам комментарии пишите почитаю ну и не забывайте подписываться на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео с вами был владимир шеми до новых встреч пока пока